Всем привет, меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders, помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью LinkedIn. Меня часто спрашивают, как выбрать темы контента для публикации в LinkedIn в условиях, когда всем все известно и все всегда можно нагуглить. Отличный вопрос, спасибо. Во-первых, для чего нам нужны публикации в LinkedIn? Мы выбираем узкую аудиторию, целевую в LinkedIn. Мы пишем им личные сообщения, мы добавляемся к ним в друзья, естественно, в контакты первого круга, и пишем им личные сообщения. Соответственно, они видят информацию от нас в личных сообщениях. Возникает вопрос, зачем нам тогда контент, который мы постим условно для всех. Ситуация следующая, если это наши друзья, наши друзья видят наш контент. Соответственно, чем больше они видят нашего контента, легче они вовлекаются, и нам потом легче их конвертировать во встречи. То есть наша задача лидогенерации – это не писать письма, это не делать публикации, это вызывать интерес, делать из контактов лидов. То есть чтобы контакты говорили, да, мне интересны ваши услуги, мне интересно ваше мнение и так далее. То есть услуги, ваша компетенция, ваша экспертиза, и мы таким образом их вовлекаем. Соответственно, цель публикации – догревать нашу целевую аудиторию и увеличивать количество встреч с данной целевой аудиторией. Теперь конкретный инструментарий. Как выбирать темы? Ну, смотрите, я использую такую штуку. Сейчас вам покажу. Что я делаю? Предположим, я пишу, мне нужен контент, моя целевая – это фаундеры стартапов. И, ну, там, например, у меня есть заготовка – это фаундеры, там, САС стартапов. Ну, и я, значит, соответственно, из стартапов, которые работают по САС модели. Значит, что я делаю? Мне нужны источники информации, причем не просто источники, а интересные, которые публикуются, где есть какие-то разные точки зрения и так далее. Что я делаю? Я делаю так. Топ. Сейчас я вам покажу. Ищу в Гугле. Правильно, в Гугле все можно идти. Топ-30 САС стартапс топ-блог. Да? И вот топ-30 САС маркетинг-блог. И вот списочек конкретных блогов, где мне брать контент. Я выбираю, нахожу, вот у нас и странички. Там рефорж-блог, эндрючен, эсэйс, 16 Ventures и так далее. Вон, чек-аут из блога. И я просто перехожу, составляю некий список ссылок. Для того, чтобы не ходить по этому списку ссылок каждый раз вручную, я этот список ссылок скамливаю агрегатору. Вот у меня есть агрегатор Fiddle, предположим. А агрегаторов бесчисленное количество. Смысл в чем? Беру эти ссылочки на блоги, добавляю их у себя. У меня уже здесь они добавлены в САС. И Fiddle по моему запросу с определенной частотой ходит, проверяет новые статьи, новые сообщения. Таким образом, я эту всю ручную, ручной перебор добавляю в Fiddle. Когда мне нужно составить контент-план на месяц. Вот так он может выглядеть. То есть, что я буду постить и когда. Я захожу в свой Fiddle, либо в любой другой сервис. И начинаю просто кликами просматривать, а какие материалы больше всего, чаще всего репостились. Насколько популярны. Тут есть внутренняя метрика. Вот здесь он показывает. Это 28, а это 100+. Наверное, это более интересная история. И я просматриваю материалы, которые пользовались максимальной популярностью. Куда больше всего кликали и так далее. И потом их могу добавлять в Safe to Board. В общем, добавлять их в Word не суть важна. Выбираю из этого списка где-то 20-30, может, с запасом самых популярных, самых интересных, самых популярных, самых интересных с точки зрения фаундера стартапа, каких-то статей. Агрегирую их в отдельный список. И что делаю потом с ними? Потом для них пишу небольшие отнесения. Что такое отнесение? Ну, предположим, есть статья, которая рассказывает о будущем SaaS-стартапов. Ну, я говорю, что вот нашел интересную статью, вот это классно, а вот с этим не согласен. Что вы думаете на эту тему? Это отнесение. Или просто делаю репост. Ну, и по сути, из подобных источников выбираю, с одной стороны, контент, связанный со стартапами, вот с моей тематикой. Вот, расставляю их в плане публикаций. Неплохо также добавлять, разбавлять всю эту историю тематическими картинками. Ну, например, вот такого плана. То есть связанными с вашей целевой аудиторией. Вот. Customers don't care about your solutions, they care about their problems. Ну, тоже вариант контента. Значит, что еще? Advices. Интересные advices. Another stories. Если у вас есть свой собственный контент, добавляйте хотя бы там раз, два раза в месяц. Вот. Это тоже очень будет здорово. Что нам дает подобная схема? Первое. Мы тратим примерно 30-35 минут на то, что в месяц, на то, чтобы подобрать подобный контент. Мы тратим еще, может, где-то до часа времени, чтобы там описать какие-то вопросы, проблемы, сделать правильную упаковку всей этой истории. И у нас получается активная живая лента, в которой есть интересные вопросы, темы, обсуждения и так далее. Клиенты это видят, и они вовлекаются. Для продвинутых есть такая история, как снимать небольшие видеоинтервью. Берете клиента или берете партнера в Zoom стандартно или там, не знаю, в StreamYard, где угодно. Делаете интервью вместе друг с другом и выкладываете его в стрим прямо в эту видеозапись. Эту видеозапись как стрим выкладываете в LinkedIn. Выкладываете. Люди видят видеоконтент. Выкладываете прямо видеофайл. Не ссылкой на YouTube, а видеофайл. И LinkedIn сейчас активно продвигает. То есть видеоконтент, который есть, который постят пользователи. Соответственно, ваш пост разойдется еще больше. Поэтому есть базовый вариант. Это вы берете, делаете план, собираете в него контент и постите. Это одна история. И продвинутый вариант. Это вы делаете видеоконтент и этот видеоконтент постите в LinkedIn. Это повышает покрытие вашей целевой аудитории и увеличивает количество увлечений. Вот так вот. Поэтому оно, конечно, в Google есть эта информация. Все все могут прочитать. Но вы, как эксперт, агрегируете эту информацию и делитесь наиболее интересной из них. Таким образом, примерно за полтора часа в месяц вы можете выстроить нормальную, не суперсложную контент-стратегию для того, чтобы лучше вовлекать своих клиентов. Хотите узнать подробнее? Внизу будет ссылочка на связь с кем-то из наших клиторогенераторов. Можете забронировать встречу, задать свои вопросы. Уточнить, как эти истории работают более подробно и как это применить в вашем бизнесе. Это бесплатно. Нажимайте на ссылочку «Бронируйте созвон» на полчаса. Вам ответят на все ваши вопросы. Желаю крупных контрактов и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»